Хорошо у нас быть руководителем в нашей стране. Смотрите, Луговая говорила тосты и веселилась. В Херсоне подчиненные Думинской оплатили пьянку для начальства в детской галерее. И вот так вот чиновники от культуры устроили банкет в детской галерее «Синий кот» на улице Потемкинской. Там они праздновали День работника культуры. По словам участников банкета, который, к слову, идет до сих пор, от начальства в нем участвовала секретарь горсовета Галина Луговая. Это второй человек после городского головы. Вот городская власть на официальном сайте, городской голова, а вот она, секретарь горсовета. Прием. Но тут ее нету ни биографии, ничего. Странно, что они вот на сайте горсовета это все отсутствует, необходимая информация. И вот выложили видео, можете полюбоваться, как чиновница, вот видите, рассказывает. Мастерство, шануемся, уважаемося и поддерживаем нашу херсунскую, украинскую культуру. Приемлить на шире обожание и приветствие от міського головы, с этим безначным святом. Депутаты усіх также получаются доброе приветствие. И всевероятно будем поддерживать нашу культурную спадщину. Видите, как они волнуются за культуру, хотя в центре Херсона выставочный зал художников хотят закрыть. Но тут пишут, как здорово у них проходят рабочие будни. Видите, какая-то. В обл. администрации закупают за счет бюджета 246 бутылок вина, а до этого был договор на 65 бутылок коньяка, и суммы кругом баснословные. Вы можете увидеть, вон поскольку обходится бутылка вина, а коньяк там вообще по 4000 гривен за бутылку. Это вот обл. администрация, а то горсовет у нас был. Вот так вот у нас на Херсонщине проходят вот эти все действия. Ну а что тут поделаешь? Они считают себя отдельной кастой, что власть вроде как бы народная, а на самом деле что получается? Народ живет по одним стандартам, они живут по другим стандартам.